Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Дорога к курортному сезону. В Анапе полным ходом идёт восстановление дорожного полотна после зимы. Анапе к лицу зелёный цвет. Традиция по высаживанию деревьев возрождается в городе и сельских округах. Закладываются новые аллеи. Актуальная профессия. Как организовать досуг и удержать внимание детской аудитории, рассказывали на краевом слёте вожатых в Анапе. На городских и сельских кладбищах наводят порядок в преддверии светлого праздника Пасхи и поминальных дней. Каждый округ получил щебень для отсыпки подъездных путей к погостам. Уборка мусора, благоустройство территории в эти дни идёт особенно интенсивно. Глава курорта Сергей Сергеев оценил состояние городского кладбища Анапы. Семейные трудовые десанты проходят накануне светлого воскресения Христова и Радоницы на кладбищах. Анапчане отдают дань памяти и уважения усопшим, приводят в порядок места захоронения родных. А вот общее состояние территории – забота руководителя ритуального предприятия. Городское кладбище глава Анапа требует содержать в образцовом порядке. Я в день работаю, всё, подводим, подвородительские дни, стараемся. Анапчане отмечают – кладбище ухоженное, по всей территории стоят урны и контейнеры для сбора мусора. Мы не снижаем темпы, всё чисто, всё красиво. Я в день вывожу сейчас. Для того, чтобы с вывозом отходов не возникало проблем, руководство Бюро ритуальных услуг оформляет необходимые документы. Подготовка к поминальным дням идёт и на сельских погостах. Городские власти выделили каждому округу щебень для отсыпки подъездных путей. Так, порядка 40 кубов щебня ушло на отсыпку дороги к кладбищу в хуторе Куток. Столько же материала направили и на ремонт дороги в Бужоре. Здесь частично засыпали образовавшиеся ямы. Дорога каждый год требует подсыпки, потому что это щебёнка, её раскатывают, идёт строительство везде. Поэтому нужно каждый год её обновлять, щебенить. Поэтому мы вот сейчас нам удалось, благодаря муниципалитету, вот нам выделили где-то около 80 кубов щебня. Мы их честно поделили на два кладбища. А закрытое кладбище Станицы Анапской, оно находится вокруг асфальтированных дорог, там нужен ямочный ремонт. За порядком на сельских кладбищах следят местные жители. Отрадно, что среди них много молодёжи. В преддверии Радоницы ежедневно несколько десятков человек совместно с администрацией округа убирают территорию. Мы посозвонили с администрацией, нас услышали. Первый раз мы убирались на горе, где сосновый лес. Там тоже была несанкционированная свалка. Нам выделили машину, приехала администрация. То есть мы все вместе, и начальство, и дети, и мы с мешками убирали лес. Сейчас вторая акция. Я думаю, мы на этом не остановимся. Будем продолжать в том же духе. Спасибо им за поддержку. На центральном кладбище Станицы Анапской также кипит работа. Селяне косят траву, собирают мусор. Администрация сельского округа договорилась с организацией «Сити Кристалл», чтобы они выделили технику. Пройти, посмотреть. Здесь все ухаживают. Сейчас, тем более, перед Пасхой. Все работы на сельских и городских кладбищах планируется завершить до конца недели, чтобы, как говорят сами жители, светлый праздник Пасхи встретить в чистоте. Успеть до майских праздников такая задача стоит перед анапскими дорожными службами. Они сейчас ведут работы по ямочному ремонту на основных улицах города, а также во дворах многоквартирных домов. Главный враг дорожников – дождь. В сырую погоду асфальт класть нельзя. Но кроме погодных условий, зачастую скорость работы зависит и от самих жителей. Почему? Расскажем в сюжете. Вот с таким трудом, буквально по сантиметрам, машина с расплавленным гудроном протискивается во двор по улице Астраханской. А ведь время идет буквально на минуты. Убедительная просьба к жителям города. Если видите, что в вашем дворе, вам говорят, поставлены знаки и приступает к ремонту асфальтового покрытия в вашем дворе, просьба автомобили на это время не ставить. Работа довольно быстро происходит и задержки особой нет. Рядом места есть для парковки, так что, пожалуйста. У нас были проблемы некоторые, но задержки в работе. А вот жители дома по улице Астраханской 86 к просьбам дорожных служб прислушались. В зоне ремонтных работ автомобилей нет. Да и для самих жителей укладка нового асфальта во дворе – знаковое событие. Надеемся, что доделают. Будем ездить нормально. Во двор, по крайней мере, заезжать без ям. Были лужи, да. Я так понял, что жители сами местами подсыпали. Тут кто-то где-то камнями, кто-то щебенкой. Ямы, потому что были местами даже по колено. Ямы были. В этом дворе дорожники переложат более 300 квадратных метров асфальтового покрытия. На восстановление, казалось бы, небольшого 40-метрового участка дороги уйдет почти 35 тонн асфальтовой смеси. Всего в Анапе планируется провести ямочный дорожный ремонт на площади почти в 4,5 тысячи квадратных метров. За прошлый месяц уже уложили более полутора тысяч квадратов. Основные улицы города уже профрезерованы и готовы к дальнейшей укладке. Сегодня у нас планируется улица Промышленная. И в дальнейшем улица Ленина. Там уже подготовлено фрезерование. Затем будет проливка производиться. Улица Ивана Голубца, улица Шевченко, Самбурово, Объездная, Парковая. Это первоочередное. Ну и затем дальше. Пока все работы идут согласно графику. И если погода останется стабильной, то к 1 мая ямочный ремонт будет полностью завершен. Твердое покрытие получит и мобильная ярмарка в третьем Амик районе. Там приступили к бетонированию площадки и благоустройству территории. Эта торговая точка сельскохозяйственной продукции от производителя пользуется огромной популярностью не только среди жителей, но и многочисленных гостей курорта. Широкий ассортимент, удобное месторасположение. Но из-за отсутствия качественного покрытия после дождей здесь всегда образовывалась грязь, на что неоднократно жаловались покупатели. И вот фермеры решили сообща благоустроить общую торговую площадку. Дорожка заливается специальным декоративным бетоном. Далее планируется покрасить деревянные бордюры, а также отсыпать прилегающую территорию щебнем. Все работы подрядчик обещает завершить до конца недели. Субботник в Анапе – это мероприятие, когда город становится не только чище, но и заметно зеленее. В городе и сельских округах повсеместно сажали деревья и кустарники. Эта работа удачно попала под дождик, что дает основания считать, что все зеленые насаждения приживутся. Новые деревья на улице Северной выглядят так, как будто росли здесь всегда. Сегодня предпочитают приобретать крупномерные саженцы из питомников для формирования аллей. Практика показывает, что место новой зелени найдется даже в местах новой застройки. На субботник вышли сотрудники строительно-инвестиционной компании «Кристалл». За полгода на улице Ленина они возвели компактный жилой комплекс «Метеора». К посадке деревьев подключились не только строители, но и работники агентств недвижимости. Местные жители с восторгом встретили инициативу и пообещали оберегать деревья и ухаживать за ними. Я немерено счастлива, что нам помогают. А вот это деревца сажают, вот строители, они умнички. Я с ними живу в дружбе, в согласии. Строители решили благоустроить зону вокруг застройки, потому что понимают, зелень такому микрорайону подарит особенную привлекательность. А на следующий день строители «Метеоры» продолжили посадку березок у храма в конце улицы Ленина. Это была их инициатива и желание внести свою лепту в город, который они преображают современными новостройками. На прошлой неделе мы выполнили благоустройство прилегающей территории к нашей строительной площадке – посадку деревьев. На этой неделе мы решили продолжить добрую традицию, так как неделя является пасхальной, и посадить маленький скверик, прилегающий к территории нашего храма. Заместитель главы города Анжелика Бузунова считает, что пришло время возвращать традицию посадки деревьев, как это было во времена Советского Союза. Примерно так по субботам предыдущее поколение закладывали целые парки, а в греческом переулке по пути на набережную появилась аллея из Лип. Если каждый из нас в нашем городе поставит хотя бы по одному дереву, то у нас будет в городе лес. И мы надеемся, что эта аллея будет радовать наших жителей, наших гостей своей тенью и красотой. На городском уровне уже запустили проект с рабочим названием «Фамильное дерево». Главная идея – чтобы семья могла приобрести саженец и посадить его в определенном месте. Затем владельцы дерева смогут за ним ухаживать, а у семьи появится собственный символ. Объекты социальной сферы в центре внимания. В детском саду номер 18 Виктория, который расположен в третьем микрорайоне, приступили к ремонту кровли. В настоящий момент идет демонтаж старой кровли. Как пояснили в руководстве образовательного учреждения, крыша стала протекать, назрела необходимость ее заменить. Строительные материалы приобрели на средства муниципального бюджета. Часть расходов взял на себя депутат Госдумы Иван Демченко. Анапу стала площадкой общественно-образовательного проекта «Кубанская школа вожатых». В течение нескольких дней молодежь со всего края постигала азы вожатского мастерства и премудрости педагогической работы. На слет вожатых в Анапу прибыло более 200 участников. Это лучшие студенты и педагоги в возрасте от 18 до 29 лет со всего края. Пройдя отборочные этапы в своих муниципалитетах, молодежь встретилась в одном из пансионатов курорта, чтобы поделиться опытом и получить новые знания от действующих сотрудников Всероссийских детских центров и работников сферы государственной молодежной политики. Вожатые – это не просто профессия, к кому-то здесь включена вся жизнь. Я думаю, что вы идейно подошли к этому вопросу ответственно. В течение двух дней будущие вожатые посещали мастер-классы опытных педагогов. На 13 интерактивных площадках ребята узнали все тонкости – от основных педагогических ошибок в работе с коллективами до особенностей поведения молодежи в интернете. Яна Удельская уже имела опыт работы вожатым, но решила расширить кругозор знаний. В этом году вновь хочет испытать силы в вожатском мастерстве. Я работала в Анапе вожатой. Опыт имеется, мне понравилось работать вожатой. Поэтому я пришла на этот проект, чтобы дальше развиваться уже на других, более крупных площадках. Это новые знания в этой сфере. Также подготавливает для работы с детьми. Потому что дети бывают тоже конфликтные. И как разрешить конфликт тоже можно узнать здесь. Организаторы проекта отмечают – уровень желающих стать образованным вожатым неуклонно растет. Запросы огромные, запросы большие. Потому что отработав всего лишь одну смену, две смены или один летний период, ты приобретаешь компетенции, которые можешь реализовать в жизни практически в любой сфере. Поэтому я считаю, что вожатство как таковое, оно востребованное. Потому что вожатый, он ближе, чем родитель, потому что есть определенные условия. Он является и педагогом, он является и другом, он является и наставником. По результатам проекта 160 участников получили свидетельство дополнительного образования, по программе «Социальные инновации» в сфере организации летнего отдыха детей и молодежи. В дальнейшем выпускники будут трудоустроены на основные молодежные лагерные и форумные площадки Краснодарского края. В пятой спортивной школе Анапы прошел семинар по айкидо. В нем приняли участие юные любители данного единоборства из города-курорта, а также представители Краснодарской школы. Организаторы говорят, что встречи в форме семинара диктуются философией боевого искусства. Никаких обработок можно не делать. Но там сами, конечно, решили, что как вам нужно. Самые балки, выяснили, всякие обработки. Мы шли в сторону, взяли, освободились и не было обращения. Уйти с линии атаки и, создав систему рычагов, использовать энергию, которую противник вложил в удар против него самого. Семинар проводят обладатели черных поясов различных данных. Это айкидо. Единоборство появилось после того, как в 40-х годах 20-го века Морихей Оэсиба переосмыслил и объединил опыт нескольких традиционных видов японских единоборств, подведя особую философскую базу. По мнению мастера, ответная агрессия приводит к внутренней дисгармонии, а айкидо позволяет противостоять противнику, сохраняя духовное равновесие. В семинаре приняли участие ребята из трех клубов города-курорта, а также их сверстники из Краснодара. Главная задача – обменяться опытом. По словам наставников, семинар как форма встреч в айкидо более приемлем, чем традиционное первенство. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день, а также куличи, пироги, рулеты к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат. Настоящий вкус праздника. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.